Музыка Красивый старт Спина прямая С помостом сросся, как влитой И штанга, медленно взлетая На грудь ложится Встать! Встаем! Железом сдавливает горло В глазах темнеет Цвет немил Толчок! Держать! И ей он гордо Ну что ж, подруга, извини Говорят, тяжелая атлетика Не женский вид спорта С этим утверждением готова поспорить Светлана Щербакова Юная спортсменка, воспитанница Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп» Привлекательная девушка стала в 16 лет Серебряным призером Юношеских Олимпийских игр 2014 года По тяжелой атлетике В весовой категории 69 килограммов Показав результат 103 килограмма в рывке И 125 в толчке Заниматься тяжелой атлетикой Света Стало с 9 лет С подачи отца Сначала это было игрой Но девочка взрослела Менялась и отношение к спорту К тренировкам Возрастом я уже понимаю Сознаю, что это более серьезный спорт То есть это не игра И здесь есть цель, которая идет То есть это не только как увлечение Это еще и работа Именно работа Ежедневные, изнуряющие тренировки Утром и вечером Пропускать нельзя Результаты можно добиться Только многократно Повторяя упражнения Постепенно увеличивая нагрузки Морально это очень тяжело Потому что постоянные нагрузки То есть без отдыха Вечно этот зал Только спорт Во многом приходится Себе отказывать То есть ты приходишь с тренировок А у нас приходят утром и вечером И получается почти один день Ты проводишь в зале После тренировок ты спишь То есть ты не можешь не пугать ничего Потому что нужно отдыхать И получается на обычную жизнь Девочек, подростков У меня нет То есть это морально тоже очень тяжело Потому что весь, вся голова в зале А все ради заветной цели Участия и победы в самых престижных Международных состязаниях Играх 31-й Олимпиады 2016 года К ней света и идет Уверенно побеждая в соревнованиях Регионального и федерального уровней Светлане Щербаковой удалось побить И рекорды области В рывке, толчке и сумме двоеборья Бывшие рекорды эти принадлежали Татьяне Кошириной Татьяна Коширина Это сейчас серебряный призер Олимпийских игр И абсолютный чемпион мира То есть у ней рекорды ее мира Абсолютно все стоят В рывке, в толчке и в сумме Вместе со Светланой Приумножают славу родного клуба И спортивной школы Ее коллеги по залу Наталья Щербакова и Ирина Фурдик Целеустремленные, трудолюбивые Только представьте Наташа вышла на помост Спустя месяц с первой тренировки Я сюда пришла с мамой Как бы тоже подкачаться Привести себя в форму на лето И посмотрела, как мальчики, девочки поднимают Тоже хотела Вот тренер мой сказал, что Выступить можно на соревнованиях Но выступила, понравилось И все И все Тяжелая атлетика прочно вошла в жизнь Натальи Ее копилки десятки побед На одних из последних соревнований Среди юниоров до 21 года Наталья Щеголева завоевала серебро Этот выход на помост Останется в памяти Наташи надолго Борьба за медаль оказалась серьезной Это была борьба За второе место Я приехал, я думаю, я буду третьим Потому что там по стартовым местам И я смотрела тренировки, выступления соперниц И как бы я поняла, что мне кажется, что Наверное, все-таки третьим будет Но приехала и так получилось, что Смогла стать второй Сейчас Наталья на всех соревнованиях Входит в тройку победителей Конечно, так было не всегда Случались в спортивной карьере Щеголевой и неудачи, что только Закалило ее спортивный дух Было обидно, но это, наверное, Меня стимулировало тренироваться больше И чтобы завоевывать какие-то первые места Самая молодая тяжелоатлетка Показывающая успешные результаты Ирина Фурдик Ее первая тренировка состоялась Чуть меньше двух лет назад Ире удалось за год выполнить норматив Мастера спорта по тяжелой атлетике Когда я выполнил мастера спорта Я поняла, что этого мало Что нужно работать дальше Что с этим результатом далеко не пойдешь На региональном чемпионате в марте этого года Из 13 рекордов Московской области Три достижения записала в свой актив Наша спортсменка Отдыхом называет каждое посещение клуба Ирина Несмотря на то, что тягает штангу Мне нравится заниматься тяжелоатлетикой И если я отдыхаю больше двух дней Меня тянет зал Я не могу жить без тренировок Я здесь расслабляюсь Кажется, что поднятие тяжести Наоборот должно как-то Можно сказать, утомлять меня А я наоборот прихожу здесь И расслабляю свою голову Сейчас девушки усиленно готовятся К первенству мира Которое пройдет в Перу Самое важное на каждой тренировке Техника выполнения поднятия штанги Основа спорта Их тщательно отрабатывают Перед каждым выходом на помост На каждых соревнованиях надо подходить ответственно Со всей серьезностью Потому что травмы получаются Не на больших весах А наоборот на маленьких Когда человек расслабленный Он уверен на 100% Что это все поднимет Что это все проходило И как раз в этот момент Случаются травмы На всех соревнованиях надо подходить ответственно Серьезно Эти же технические упражнения И в активе начинающих спортсменов Многие из них пришли в клуб Вслед за товарищами Другие идут по стопам родителей Среди мальчишек хрупкая Маленькая даже для своего возраста девочка Вес Влады около 30 килограммов Что не мешает ей рвать 25 И толкать 33 килограмма Надо долго тренироваться И добиваться успеха Таков секрет этой дюймовочки Я хочу в будущем стать сама тренером Как Валерия Анатольевича Это моя мечта Тренировать девочек и мальчиков Дело своего тренера хочет продолжить И Михаил Филатов В планах юноши Стать мастером спорта Как и его отец А потом поступить в институт Физической культуры и спорта А это и есть самое важное Как считает старший тренер На начальном этапе Не имеет значения Останутся ли ребята в этой секции Или предпочтут другой вид спорта Главное увлечь детей физкультурой Научить любить спорт Тяжелый атлетик Это основа за основу всех видов спорта Чем бы вы ни занимались Тяжелый атлетик Боксом или фигурным катанием Аси должны пройти через тяжелую атлетику Они где бы не были Они все равно Поправили через физическую подготовку Они приходили Придут сюда Позанимаются Что-то может им не понравилось Может они что-то другое нашли Кто-то в карате ушел Кто-то в зюдо ушел Кто-то в футбол ушел Потом через год Через два Они опять приходят сюда На время уходят Жалко Заинтересовать ребят Основная причина того Что тренеры клуба Работают с 9 утра До позднего вечера Хотя тренировки в клубе Богатырь должны проходить по расписанию Но разве можно отказать ребятам Когда те задерживаются в школе Или институте Помогают родителям по дому Самое важное Мы под них подстраиваемся А не они под нас Не то, что у нас Вот есть визит Расписание Вот с двух часов и все Может прийти в час У нас такие есть группы А есть особенно Которые группы Высшего спортивного мастерства Это же они Что в институтах Они приходят где-то в 8 часов только В 8 часов приезжают Начинают в 9-10 занятия А как же без этого А если в выходные У нас по 2-3 тренировки Бывают такие В каникулы В каникулярное время По 2 тренировки Обязательно они приходят Заниматься Результат часто нужно показывать Иначе только через нагрузку Проходит результат Чем лучше он занимается Чем чаще занимается Тем выше результат Естественно Благодаря такому подходу К спортивному воспитанию Детей и молодежи Клуб каждый год Занимает лидирующие позиции В регионе Не стал исключением И 2014-й Помимо российских Международных соревнований Наши вот молодые Атлеты Да Прекрасно выступают На подмосковных Соревнованиях Это на Керинствах области На чемпионатах И на спрадокеаде области Это значит Подсчитываются очки Всех соревнований Среди девушек И среди мальчиков Среди мужчин И среди женщин За весь год По муниципальным районам То есть это из 36 городов Московской области Где есть тяжелая атлетика Где города Которые входят в федерацию Тяжелой атлетики Московской области Подсчитывают очки И подводят годовой Ветеринске Мы город Видное Тяжелая атлетика Города Видного Ленинского района Третий год подряд Собираемся чемпионами Абсолютными чемпионами Московской области Тяжелой атлетики И выиграем годовой Курс Всегда есть к чему стремиться Нынешние достижения Спортсменов Тяжелоатлетов района Не причина останавливаться А повод двигаться дальше Им нужно всего лишь Немного помочь Увеличить финансирование Отремонтировать клуб Но заветная мечта тренеров Новый дом Эти стены уже Не вмещают всех желающих Да и для проведения соревнований Они непригодны А без домашних турниров Вырастить новых чемпионов Сложно Хотя ничего невозможного нет Разминчика Начинаем шею Пошли Круговые движения Расслабную сторону Пять-шесть раз Другую поделали Размялись Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова